Ас-саляму алейкум и рахматуллах. Мир вам и милости Всевышнего. Хвала Всевышному Господу всех миров. Воистину, он и властелин всего. Он и властелин Судного дня. Прошу у Всевышнего особое величие пророка Мухаммаду, который научил нас путь истинный и спасительный. Хотела сегодня говорить о таких вопросах, которые мы находим при изучении сурат Аль-Фатиха. Есть большие преимущества, которые мы имеем из сурат Аль-Фатиха. То какие мудрости есть и какие поучительные уроки мы можем получать от сурат Аль-Фатиха. То я собрал то, что сказал и имам Абу Мансур Аль-Матуриди, и то, что говорил имам Аль-Файруз Абади. То оба говорили о том, что Аль-Фатиха содержит при себе много чего полезного для нас. То там идет насчет Единобожьей. Аль-Хамду лиллахи, Роббил Ааламин, Аллах Господь всех миров. И перед этим сказано насчет того, чтобы получать благословение, начинай с именем Аллаха. Бисмиллах, Ар-Рахман, Ар-Рахим. Кроме этого, там сказано о том, что есть такие имена Аллаха, которые нельзя произнести в адрес кого-либо из созданных. Это Аллах и Ар-Рахман. Нельзя говорить, что такой человек, его имя Рахман. Кроме этого, дорогие, есть выражение благодарности Аллаху, восхваления Всевышнего. И в этом есть и признание о том, что мы будем отвечать за наше деяние, потому что Он и властеление всего. Поэтому мы говорим Малик и Яумаддин. Признаем это. И поэтому мы просим у Всевышнего, чтобы мы всегда были на правильном пути. Говорим, что без Аллаха, как нам держать путь истинный. Он даровал нам этот путь. И поэтому мы поклоняемся Аллаху, при этом наше упование на Аллаха. И хочу говорить о том, что в этом есть и признание судного дня, воскрешение мертвых. И просим у Всевышнего, чтобы мы держали правильную веру, правильное убеждение. Поэтому мы говорим, что просим у Аллаха, чтобы мы не заблудились. Потому что не каждый, который говорит о том, что он верит в Бога, он и знал Бога. Недостаточно знать о том, что есть Бог. А надо именно знать Его, чтобы наше поклонение было именно Ему, не другому. Поэтому Бог, Он вечен без начала, вечен без конца. Абсолютно нет ничего подобного Ему. А другой путь, это уже заблуждение. Когда мы просим у Всевышнего и читаем сурат Аль-Фатиха, то мы видим, что там Аль-Фатиха делится на две части. Одна части, где выражаем восхваление Всевышнему, признаем Его Единобожьим и признаем о том, что наступит судный день и каждый будет получать то, что он заслужил при жизни. Но кроме этого, есть и обращение к Богу, что человек, раб Божий, мусульманин говорит, и яка наобуду, и яка настаин. Это обращение к Богу. И Аллах дает ответ. Мы говорим, просим, чтобы держать нас всегда на пути истинный. И Аллах дарует нам. И чтобы мы не заблудились, и Аллах дает нам. Поэтому нам сказано, что эта сура, сурат Аль-Фатиха, когда человек и читает, то есть надежда, что он получает то, что он просил. Аллах дает нам знать, сурат Аль-Фатиха, и мы обращаемся к Аллаху, субхану и ва-та'Алла. Это не только при выполнении намаза. Это мы можем и обращаться в любое время с надеждой, то, что мы будем просить, чтобы Аллах, табараку и ва-та'Алла, нам дал. Я вам желаю то, что сам себе желаю из добра. И читайте Аль-Фатиха, и читайте нам дуа. Простите у Аллаха прощение грехов, и вхаж дейли в рай, без мучения, без наказания. Аллахумма амин.